Екатерина Михайловна, как обычно, впереди всех, потому что мы знаем, что действительно тема связи науки и образования сейчас как никогда важна, потому что стандарты 3+, плотно увязали неразрывно между собой успех образовательной деятельности и успех научной деятельности, причем как обучающего, так и обучающегося. Поэтому мы сегодня, в общем, на секции электронных ресурсов мы говорим также, как вы видите, в перемешку и о наукометрических ресурсах также. Я просто хотела в качестве вступления сказать, что работа по редактированию, по улучшению, по увеличению публикационных данных авторов с помощью инструмента Science Index, организация в Российском индексе научного цитирования, неожиданно за тот год с небольшим, в который с нами это происходит, неожиданно открыла для нас, в общем, еще одну область этой работы. Дело в том, что, когда микрофон привязан, я ужасно себя неловко чувствую, потому что я люблю выбегать, махать, кричать, а тут я... Вот, поэтому, если я буду пропадать из эфира, вы меня толкаете обратно. Дело в том, что авторам сегодня очень трудно. На них все давят, бесконечные отчеты, показатели. С ними никто не обсуждает, как они должны... Ну, то есть обсуждают, конечно, но чаще всего это какие-то требования. Им говорят, заполните здесь, где цифры, где ваши публикации здесь, где ваше цитирование здесь. И, в принципе, ну, кроме каких-то обучающих семинаров, да, конференций, сейчас они находятся уже сугубо на уровне требований, да. Мониторинг такой, отчет такой, мониторинг диссоветов. И плюс еще сейчас стандарты 3+, в которых, как мы видели, собственно, преподаватель допускается к образовательной деятельности, имея определенные наукометрические показатели. Это, конечно, большая революция в образовательных стандартах. Поэтому оказалось, что библиотека, ну, в том числе и с помощью модуля Science Index организации, стала тем местом и может стать тем местом для преподавателя, где он, собственно, может просто поговорить об этом, да. Где от него не будут требовать, ему будут предлагать помощь, ему предложат пути решения проблемы, его просто выслушают. Вот эта работа, она же во многом складывается из того, что мы просто часами говорим с авторами, они нам рассказывают о том, как появилась публикация, да, как вообще сложился их список публикаций, как шла по жизни их публикационная активность, какие публикации их любимые, почему так несправедлива жизнь в выражении наукометрических показателей. И это очень важная часть этой работы. Без нее, собственно, никак. И, как мы сейчас увидим, без индивидуального подхода к судьбе публикационной каждого автора действительно мало что может получиться. Собственно, нам повезло, что перед тем, как подписаться на Science Index организации, мы писали статью, которая потом была опубликована. Вот здесь есть выходные данные в журнале «Вопросы образования». И в рамках этой статьи, статья была непростая, судьба ее была не очень простая, но в результате ее редактирования и рецензирования мы провели эксперимент, который позволил нам фактически заранее смоделировать полностью, как будет вестись наша работа по редактированию данных в Российском индексе научного цитирования и разработать стратегию, собственно, чего мы хотим добиться и что мы хотим увидеть. И это можно в статье увидеть. Я сейчас просто покажу краткие выжимки из этого эксперимента. Мы взяли тогда трех авторов, которые были сходны по количеству цитирований. Один автор представлял собой, ну, автор, естественно, наши преподаватели РГПУ Герцена, первый автор представлял, естественно, научную область знаний, второй автор, наша главная область науки, это педагогические науки или науки об образовании, как это в мировом варианте, и третий автор, собственно, гуманитарной науки. Из чего мы стартовали в тот момент? У трех авторов были неплохие на тот момент показатели по публикациям и цитированиям. Но что удручало всех, мы видели, что при всех этих показателях, если первый автор для естественных наук, чаще всего и бывает, имел неплохой количественно-качественный показатель индекс Хирша, то второй автор имел индекс Хирша всего три, и самая серьезная ситуация была с третьим автором, который, имея большое число публикаций, имел индекс Хирша всего единицу. И, собственно, до нашего вмешательства в РИНС ничего с этим поделать было нельзя, ничего само по себе не происходило. В результате нашего эксперимента тогда, то есть эксперимент был полностью на бумаге, мы нарисовали это в воздухе, мы получили, что если мы вмешаемся только в те данные, которые были в Российском индексе научного цитирования у этих авторов, на тот момент, если мы исправим ошибки и свяжем все между собой, то достаточно короткие сроки для каждого из авторов, во-первых, мы улучшим все количественные показатели публикации и цитирования, но и, собственно, самое главное, придем к тому качественному результату, которого мы добиваемся, то есть получим для них достаточно высокий индекс Хирша. Вы видите, 10, 9, 9 мы получили практически одинаковые для всех трех авторов, собственно, как и должно было быть. Я сразу вам сейчас покажу, не рассказывая еще, как мы это делали, я покажу, что у этих авторов на данный момент. На данный момент у автора второго индекс Хирша 16, на данный момент у третьего автора индекс Хирша 9, то, чего мы и добивались, и вот тут получилось такое интересное продолжение эксперимента, то есть если с автором вторым и третьим мы очень активно сотрудничали в течение года и продолжаем сотрудничать, то первый автор, в общем-то, как-то не был готов к активному взаимодействию, и мы решили, что ну и хорошо, так еще и лучше. Мы тогда оставляем его в покое и посмотрим, что с ним произойдет за этот год, если мы ему ничем не будем помогать. И вы видите, что, собственно, практически ничего не произошло, то есть его количественные показатели продолжали повышаться, при этом количественно-качественные показатели индекс Хирша, в общем, вырос всего на единицу, и то совсем недавно. Значит, очень быстро об этапах работы в целом. То, что мы провели этот эксперимент заранее, позволило нам в самом начале работы, фактически до ее начала, прописать четко постулаты, что мы будем делать, а чего мы делать не будем. Не будем делать, это не значит, что мы будем лежать и спать, а это значит, что мы не будем тратить время на то, что нам не будет давать быстрых положительных результатов, которые будут видны всем. Да, вот приходится работать так прагматично. Время сложное, время оптимизации кадров, финансов, поэтому работать надо на результат, что, собственно, мы и делали. Мы разработали регламент ввода данных, где точно он выставлен у нас на сайте, и я знаю, что им пользовались. У нас, для тех, кто пользовался, могу сказать, что у нас вышла новая редакция 2015 года, и она также открыто представлена у нас на сайте. Самые главные четыре постулата, которые мы решили придерживаться. Первое. Мы добавляем в российский индекс цитирования, ну, то есть, грубо говоря, в контент, размещаемый на платформе научной электронной библиотеки и лайбрери, на которой работают инструменты, позволяющие производить наукометрические расчеты, и все эти, комплекс инструментов, называется российский индекс научного цитирования. Так вот, в контент этой платформы и лайбрери мы добавляем прежде всего для каждого автора то, что уже в российском индексе цитирования было процитировано, но не имеет под собой самой цитируемой публикации. Это очень важно. Далее, публикации текущего года, публикации отчетного периода, то есть предыдущих пяти лет. Ну и, собственно, как наш бонус авторам, это публикации несколько, две, три, пять публикаций, которые они считают ключевыми в своей научной или образовательной деятельности. Еще раз повторю, что вся эта информация представлена на сайте, то есть у нас есть специальный блог, где в том числе есть раздел авторам, и там можно все это посмотреть, все это открыто, общедоступно, и мы его постоянно обновляем и пополняем. Первое, что было сделано, конечно, мы ввели структуру организации, которую мы постоянно корректируем. Вы видите, что у нас около двух тысяч авторов, и со всеми мы работаем. Я хочу сказать, что это важная часть раздела, важная часть инструмента Science Index организации. Не только возможность ввода и корректировки данных, но и возможность получать быстро аналитические выкладки на уровне подразделений, делать быстро отчеты, быстро получать результаты, и все это можно делать, только имея полную структуру организации, хотя это очень непросто. За период года с небольшим, вы видите, что было добавлено около 34 тысяч библиографических записей публикаций наших авторов. Часть из них была выгружена из нашей АБИС, из картотеки трудосотрудников. Единственное, что вот эта выгрузка, это не означает, что нам не пришлось сделать ничего. На самом деле просто эти данные библиографические были загружены в модуль редактирования, и мы могли сразу приступить к их редактированию. Но мы сейчас не продолжаем эту работу по массовой выгрузке, потому что оказалось, что экономия времени составляет секунды, может, минуту для каждой публикации, а такая массовая выгрузка, она немножечко так вносит некий хаос в общую работу. Я всегда обращаю внимание на эту строчку, что тоже немаловажно увидеть, что половину, то есть число публикаций, составляющих половину от введенных, мы могли бы ввести 40, да, больше 40 тысяч публикаций, но 15 тысяч публикаций нам были оценены и отклонены для внесения в РИНС, потому что, ну, чаще всего, разные были причины, но чаще всего причина в том, что автор уже не является нашим сотрудником, а мы можем вносить публикации только сотрудников. Правда, мы на данный момент уже решили и эту проблему, мы заключили еще один договор, договоры с НЭПом можно заключать бесконечно, у них много разных хороших, полезных договоров, мы заключили еще один договор, который нам позволит вводить сборники трудов, материалы конференции целиком, расписывать аналитически, независимо от того, является ли автор нашим сотрудником в настоящий момент или не является. Самое главное, что мы получили в результате, вы видите, что стартовали мы с показателей, которые во втором столбце, обращу внимание, ну, как на самый яркий показатель, на индекс Хирша, который мы имели средний по организации 17 на тот момент, сейчас мы завершаем март с индексом Хирша 71, то есть он ровно перевернулся, и вот с тем количеством публикаций и цитирований, которые вы видите на экране. Кроме того, те места, которые в различных рейтингах РИНС у нас есть, безусловно, значительно мы поднялись в этих рейтингах, где-то даже, может быть, на сотню мест, по некоторым из них не буду на этом останавливаться. Работа налажена, все авторы знают, что необходимо делать, все с нами взаимодействуют, об этом я уже говорила, это очень важная часть. Разговоры по телефону с авторами, личные встречи, переписка, это существенная часть работы, отнимающая немало времени, но чрезвычайно важная. И, собственно, непосредственно о внимании каждому отдельному автору, да, то есть то, что мы улучшаем показатели по организации в целом, это очень хорошо. Какие есть приемы для того, чтобы осчастливить каждого конкретного автора? Для того, чтобы ваш список двух тысяч сотрудников, это был список счастливых людей, которые не грустят, входя в РИНС и глядя в свои профили. Ну, во-первых, я уже говорила, что надо всегда смотреть на список цитирований авторов. И если вы видите, вы знаете, что... А здесь нет, да, этого указки. Есть? Маленькая кнопочка? Ой, я боюсь. Ладно, обойдемся. С буковкой. Нет. Значит, ну, ладно. Вот эти красные стрелочки, да, означают, что цитирование, собственно, имеет под собой публикацию. Также в РИНСе можно нажать и перейти к самому публикации. То есть взаимосвязь есть. А если же вы их не видите, то что необходимо сделать? Необходимо... Если публикация есть в РИНСе, то вам просто надо произвести работы по ее привязыванию к той самой публикации, а попутно проанализировать, почему же она не привязалась. Если публикации нет, есть на нее ссылка, то вам необходимо добавить в публикацию то, о чем я уже говорила. Но есть такие авторы, у которых очень много цитирований, и неизбежно наступает момент, когда вы будете им все это привязывать, 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 а их показатели количественно-качественные, в частности, индекс Хирша тот же, улучшаться перестанут. Просто наступит вот такой тупик. Это неизбежно. Поэтому... Но это, например, если у автора тысяча ссылок, две тысячи ссылок, поэтому в этот момент стоит остановиться и оценить ту ситуацию по соотношению публикации и цитирования автора, которая сложилась на тот момент. Я привожу абсолютно конкретный пример, который произошел между мной и автором буквально неделю назад. То есть у меня есть такой автор подопечный, у которого действительно громадное число ссылок, и там работы мне хватит, то есть работа у меня будет всегда. И в какой-то момент мы застопорились на индексе Хирша 13, хотя я умом понимаю, что должно быть гораздо больше. Но никакая моя работа просто по работе со всем списком цитирований не давала в дальнейшем результата. Тогда я оценила, собственно, ту публикационную область, которая сформировала индекс Хирша для этого автора на тот данный конкретный момент. И я взяла публикации. Соответственно, если индекс Хирша 13, то есть не менее 13 публикаций цитируются не менее 13 раз, то я решила посмотреть публикации 11, 12, 13, 14, 15 на предмет поиска их цитирований, которые вообще в списке цитирований ни автора, ни организации не попали. Есть такая категория цитирований тоже. То есть в них не произошло идентификации ни одного сегмента, ни автора, ни организации, ни названия журнала, вот ничего. В ринце таких цитирований, таких ссылок сколько угодно. Ищутся они единственным путем, через поисковый запрос в списках цитируемой литературы. И оказалось, что действительно область этих публикаций, которые с 11 по 15, каждая из публикаций имела от 3 до 7 ссылок, которые вообще до этого никто не видел. То есть они не привязались ни к каким аргументам. Соответственно, обработав эти ссылки, исправив в них все ошибки, в итоге за очень короткое время мы этому автору делаем индекс Хирша 15. Это произошло буквально за один день. И сейчас очень быстро, я поняла, я поняла, очень быстро обзор, собственно, это тоже к нам. Это о том, о чем мы должны говорить, обучая библиографической культуре, обучая культуре ссылок. То есть это, собственно, опять наши прямые обязанности библиотеки. Только в наше время, имея примеры в виде наукометрических платформ, мы можем уже не просто рассказывать стандарт, описание, и вы должны, а мы можем показывать конкретные примеры, к чему может привести, если вы не сделаете то-то и то-то, простые элементарные вещи. Значит, почему не привязываются ссылки, в частности, в российском индекс цитирования? То есть главный бич, собственно, наукометрических показателей. Ну, они могут не привязываться по элементарным проблемам. Сделаны какие-то ошибки, опечатки в ключевых сегментах описания, не буду их перечислять. Самая часто повторяющаяся ошибка. Дело в том, что есть такая практика цитирования, когда берут в списке использованной литературы просто ссылки, понравившиеся в списках цитируемой литературы у других авторов. И таким образом, никаким образом не обращаясь к самой цитируемой публикации. Просто ссылка понравилась, она украсит мой список цитируемой литературы. Таким образом, и нам с вами, как редактирующим все это, очень хорошо сразу всю эту ошибочную цепочку видно. Первый автор делает ошибку, и за ним пошло 10, 15, 20 человек, копируют это в свои списки, и все с той же ошибкой, потому что они понятия не имеют, какая, собственно, сама цитируемая публикация. С каждым автором мы обязательно, это очень веселая ситуация в общении с авторами, каждый автор обязательно делает ошибки в цитировании собственных работ. По какой причине? Потому что он автор, безусловно, точно помнит, когда была написана, где опубликована и так далее его работа. И никаким образом он к самой работе, собственно, не обращается, потому что, ну зачем, он же автор, ну, конечно, он помнит. Таким образом путаются годы издания, путаются журналы, выпуски, ну, я уж не говорю о страницах. И, ну, это редакционные требования, тут ничего не поделаешь, но вот если это слушают редакторы научных журналов, я вам хочу сказать, что заставляя авторов сокращать ссылки вот такого вида, вы, собственно, лишаете их заранее качественных наукометрических показателей, потому что эти ссылки никаким искусным алгоритмом наукометрической платформе измеряться не могут. И те ссылки, про которые я вам уже рассказала, которые ищутся только через поиск, они просто почему-то не привязываются, надо принять это как данность. Если говорить об этой работе в целом, я хочу сказать тем, кто еще не начинал или предполагает начинать эту работу, она очень тяжелая, на самом деле, она отнимает огромное количество времени, но делать ее необходимо, и, собственно, для вузовских библиотек это необходимость и то, чем они просто обязаны сегодня заниматься. Для библиотек не вузовских, мне кажется, это тоже хорошая возможность привлечь авторов, помочь им и найти для них такую вот отдушину. Эта работа не позволит отдыхать ни секунды, копать там долго, годами, но, собственно, это наша работа, и спасибо вам большое.